Давайте сделаем короткий итог, еще раз повторение первой части. Пожалуйста, хотя бы сердце, раз вы вслух не говорите. Пожалуйста, повторите так твердо себя, чтобы это никогда больше к этим вопросам не возвращались. Пожалуйста, сердцем поверьте, устами исповедуйте. Исповедание нужно для нас самих. Я родился тогда, как хотел Бог. Я родился именно там, где хотел Бог. Я родился таким, как имя создал Бог. Я родился с тем предназначением, которое премудрый Бог для меня предназначил. Я родился с теми талантами и способностями, которые сам Бог посчитал премудростью меня наделить. Я родился именно у тех родителей, которые Бог предназначил от создания мира. Я родился в той ситуации, в которой Бог хотел. Но помоги мне Бог это с мирона принять, с благодарностью принять. Пока вы не скажете, пока веру не примете и не утвердитесь, не исповедуете, это может управлять нами. Я сейчас говорю немножко о тех вещах, которые произошли с нами без нашего участия. Есть вещи, которые мы натворили или влипли, скажем, это другой вопрос. Я сейчас говорю те, которые мы не могли контролировать. Давайте сегодня, я еще возьму один урок, забегая наперед, мы кое-что поговорим, как реагирует на несправедливость. Только немножко. Если Бог даст жизни, завтра мы подробно об этом остановимся. Хотел дать немножко практики. Итак, мы сказали несколько правил первого урока. То, что я не могу изменить, оно меня ранит, я недовольный этим. То, что я не могу изменить, это не мои власти изменить. Но полностью моей власти и ответственностью в Божьей благодатье, с Божьей помощью, правильно на это реагировать. Поймите еще раз, братья и сестры, услышьте, пожалуйста, меня. Хочется громко, 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 очень громко сказать. Наша реакция определяет, какими и результаты любая ситуация сформирует в нас. Наша реакция определяет, кем мы в конечном итоге станем. Помните, я говорил, если вы хотите своего сына научить, допустим, или дочь послушанию, и вы говорите правильные слова, он сопротивляется, он сопротивляется. Вы вырабатываете в нем покорность или упрямство? Хотя хотели выработать что? Покорность. Представьте, вы идеально говорите правильные библейские цитаты. Ваше сердце наполнено любовью, чтобы это сделать. Но в чем проблема? Возможно, ваше влияние идеальное. Но неправильная реакция вырабатывает в нем характер точно до наоборот, что вы хотели выработать. Скажите еще раз эту фразу. Даже правильные влияния вырабатывают в нас качества и свойства точно до наоборот, по мере того, насколько мы неправильно на них реагируем. Скажите, можно ли научиться хорошему на плохом? Может ли болезненные вещи, ужасные вещи вырабатывать в нас прекрасные качества? Скажу, да. Больше того, именно болезненные вещи, очень несправедливые вещи, ужасные вещи, они и вырабатывают самым быстрым методом потрясающих хороших качествах, по мере восторга, с которым мы их принимаем. Скажите, могут ли человека развратить сытая жизнь? Бог благословит мне удовольствием, успехом, достатком. Боже, дай мне хорошую жизнь, устроенную, дом и все остальное. И это провал. Может быть, для некоторых. Почему? Заметьте, что первый раз слово «берегитесь» в Библии написано, знаете, кому? Евреям, входящие в землю, где течет молоко и мед. Бог говорит «берегись, евреи!» Он не говорил, когда «берегись змеи» в пустыне. Он сказал первое слово, записанное в Библии «берегись». Вспоминается момент, когда они входят в сытую, устроенную жизнь в детдомах, которые они строили, виноградники, которые они сождали. «Берегись» в Библии «берегись» в библии «берегись» в библии «берегись». Наступает мир и покой, и новые провалы разложения. Во мне, иногда читая книга «Судья», не хотелось бы сказать, «Боже мой, ты не хотел бы оставить врагов у них, и не такую сытую жизнь дать, чтобы потом их не судить?» Так и Бог. Он сказал в Писании, у вас все, вам все, вам все, добавлю, особенно болезненные вещи, особенно ужасные люди, могут содействовать потрясающему благу при одном условии. Правильное отношение. Если мы неправильно относимся на вещи, которые влияют на нас, у нас вырабатывается качество внутри нас, точно да наоборот. Помните, как у детей, которых хотел Бог через эти обстоятельства вырабатывать. Как вы думаете, какие качества человеку вызовет, когда он столкнется реальной или мнимой несправедливостью? И реагирует гневом. Я не знаю, что сделает эти обстоятельства или люди, но качество, которое это вырабатывает, точно разрушит человека. Поймите, мы сегодня говорим о жизни и смерти, благословении и проклятии. Мы же сегодня живем, говорим о созидании разрушения. Мы сегодня говорим о формировании человека, несущего благо, славу Богу и другим, да и себе тоже. Или человека-разрушителя, который разрушает все вокруг, и себя, и все вокруг. Мы говорим сегодня о реакциях, несправедливость. Как же реагировать на несправедливость? Давайте начнем с самых простых вещей, завтра, если Бог до жизни, продолжим. Первый момент, я хочу, чтобы вы запомнили. Скажите, что у каждого своя справедливость. У каждого своя справедливость. Потому каждый раз, когда вам кажется несправедливо, подумайте, правда это? Давайте я расскажу такое очень сокровенное. Только, пожалуйста, по этому вопросу ко мне больше не подходите. Я расскажу, правда? Открою сердце, только, пожалуйста, не обличайте меня. Иногда, особенно в области служения моего, консультирования, Знаете, люди в основном обижены и в проблемах приходят. И некоторые бывают в гневе. Почему я должна была столько ждать? А почему вы сразу со мной не встретились? А почему отказали? Только я вижу реакцию гнева, почти всегда обостряет этот гнев. Зачем? Потому что именно в нем проблема всех остальных проблем. Я сажусь и часто спрашиваю, правда это было несправедливо, ужасно несправедливо, а еще и пастыр. Не правда ли ваша проблема самая тяжелая в мире, такое не встречалось? А потом он задает такой вопрос. Назовите мне хотя бы одну причину. Почему я должен вам служить? Пока еще никто не назвал ни одно. Ну, ты служитель, да, перед Богом. Понимаете? Почему должен? Слово должен тогда работает только, когда кто-то дал наперед. Есть такое выражение. Разве вы дали Богу наперед, что Он должен вам воздать? Павел как раз обличает тех, которые требовали от Бога то, что они думали, что Он должен. Запомните, если вы не вложили наперед, нам никто ничего не должен. Кто скажет, что это правда? Даже Богу говорят, разве Он должен? Нет. Мы не дали Ему наперед. Что Он обязан нам это сдать. Скрытьте в сердце этому фразу. Бог нам ничего не должен. Ничего. И все, что мы надеемся от Него получить, только опираясь на Его любящее сердце, скажите, любовь и милосердие. Только на любовь и милосердие. Это по-другому. Если Бог хочет, Он даст. А мы верим, скажите слово, верим, а не требуем. Верим, а не требуем. Что Он хочет, потому что Он любит. Потому люди, которые идут с требованием, вытряхивая у других, это люди проблемные, конфликтные. Запомните, там, где мы требуем, скажите слово, требуем, наши желания с требованиями, это область всегда конфликтов. И чем больше отвечать на требования людей, которые только требуют, вытряхивать из себя, тем больше развивать у них качество требований, которые их же разрушают. Так что у каждого своя справедливость. А теперь давайте одну важную запомним истину. Чаще всего наши требования, когда мы чувствуем себя обделенными, обиженными, обделенными, обиженными, обделенными, несправедливо обиженными, потому что чаще всего в нашем понимании ожидание, ожидание отличается от реальности. Мы ожидали, как ожидали много, когда приходили сюда, а нам не получили. Но разве кто-то обязан удовлетворять ваши ожидания, тем более мечты, очень розовые, которые действительно, может быть, как помните, Израиль, вышел в пустыню, и написано, что там начали пришельцы проявлять прихоти. И это заразилось израильский народ. Помните, чем это кончилось? Когда они выставили свои желания, требования даже прихоти, и начали у Бога, ну, простите, вытряхать, чтобы Он их выполнил, это возбудило массовый ропот, недовольство. Кем? Богом. За что? Что не дал то, что они от Него ожидали. Как вы думаете, почему Бог иногда им не давал? Потому что Он понимал, чем больше их кормить, их ожиданий и прихоти, тем больше они будут капризничать, развиваться. Давайте попроще. раньше я знаю, раньше, особенно, ну, еще очень-очень раньше, когда, допустим, молодые люди, особенно девушки, выходили замуж, они от брака почти ничего не ожидали, или мало что ожидали. потому мамы привожали, помните, да, вот, ну, 50-е, еще там, 60-е годы, привожали дочерей в брак, как на фронт. Помните, плакали, что тебе доченька ждет? И пеленки, и жизнь женская, тяжелая доля. Ну, кто помнит это? Они мало что ждали. Поэтому, в принципе, они мало разочаровались. Скажите, высота ожидания это мера разочарования. Чем выше ожидания, а реальность вот такая, ожидания такие, вот это территория разочарования. Возмущение несправедливостью, что не дали то, что хотели. Сегодня все точно да наоборот. Молодые люди входят в брак с зашкаливающими ожиданиями. Догадайтесь, на что они обращены? На разочарование. Вот буквально позапрошлой неделе разговариваю и спрашиваю, что вы ожидаете от брака? Ну, как что? Мужчина должен. Услышьте дальше перечень. Я думаю, что если бы я записывал, тогда было бы перо скорописца. Там дом отличный, жена обеспечена, крутая машина. Это правда, это правда. Человек врывается в брак с такими ожиданиями. Он простой рабочий. Догадайте, на что они обречены? Ожидание от реальности, вот сколько разница, это область, это территория, это мера разочарования, возмущения, несправедливостью и обделенностью. Есть такое выражение, а мы надеялись было. А мы надеялись было. братья и сестры, чем выше ожидание, тем больше разочарования. Скрыть эту фразу. Чем выше ожидание, мечты, амбиции, так что угодно назовите, тем больше разочарования. Я не говорю, что ничего не нужно ожидать, я сейчас не об этом. Но если вы ждете, особенно от людей, какими, какими по характеру они должны быть, вы всегда в них разочаруетесь. Один подошел человек, говорит, пастор, можно я буду подружиться с вами, стану ближе к вашим другам? Говорю, можно, при одном условии. А ты выдержишь тяжесть моих слабостей, когда близко подойдешь? Он отошел с печалью. Понимаете, мы иногда от людей пытаемся ждать идеала. Мы иногда ожидаем от Америки, не знаю, кто-то от Америки ожидал, потом на Украину вернулся, потом или куда-то, потому что ожидания не оправдались. Я не хочу сказать, что не нужно ожидать, но поверьте, что чаще всего, чаще всего, я думаю, что на мой взгляд, на мой взгляд, только мой взгляд, это главный, главный источник чувства обделенности и несправедливости. Это наши завышенные ожидания, выраженные в виде требований. Можно повторить эту фразу еще раз? На мой взгляд, это самый главный, это мое убеждение. Источник чувства несправедливости, есть и другие, конечно, но это главный. Это слишком завышенные ожидания к людям, какие они должны быть, или обстоятельства, и что они должны нам делать. Ожидания и реальность. Ожидания и реальность. Это территория разочарования. Если вас зашкаливают ожидания, а реальность такая, попробуйте, выдержите ли вы этот груз разочарований, когда ваши ожидания, мечты, амбиции, особенно выраженные в виде требований, не сбудутся. Сегодня молодые, не только молодые люди, врываются в брак с астрономическими ожиданиями и друг от друга, и от брака, и от всего. Мир наполнен людьми разочарованными, обиженными, воюющими за справедливость. Можно назвать несколько вещей. Скажите, мы все несовершенные. Ну, хотя бы это, можете сказать. Мы все несовершенными. Поэтому не ждите совершенства от людей. Даже в церкви. Понимаете, что церковь, это не люди совершенные по характеру. Я не говорю о Христе. Это, наверное, больница Святого Духа. И он пытается и работать над восстановлением, исцелением, преображением далеко несовершенных людей. Мы совершены только в Божьей благодати. И только накрыты Его кровью, кровью, покрывающей наше несовершенство. Мы совершены в Его благодати перед Богом. Это единственная наша надежда. А в реальности такие, как есть. Потому каждый раз, когда вы разочарованы в ком-то, задайте себе простой вопрос. А обязан ли он соответствовать нашим ожиданиям? Или он обязан ли дать нам то, что мы хотели от Него? Обязан только тот, кому дали наперед. Все остальное, это по милости. Кто может сказать аминь? Уходит покупатель и говорит, дорого заплатил. Уходит продавец и говорит, да, продешевел. Уходит человек, который что-то строил, например, и говорит, да, надо было побольше. Уходит заказчик и говорит, да, не доделал качества, как ожидал. Мы все полны разочарования. Мы живем в несовершенном мире. Не ставьте иллюзией. Живите реальностью. Довольтесь тем малым, что есть. Благодарите Бога, что и вообще в нашей жизни есть люди. Вот такие несовершенные. И особенно восхищайтесь. Восхищайтесь, мы будем говорить, теми людьми, чтобы снести которых нужно не просто терпение, а долго терпение. Представляете, если мы долгое время с человеком, которому нужно долго терпение, проживем и правильно будем реагировать. Наше долго терпение, как качество, будет восхищать всех. И мы скажем, благодарим тебе Бог за чудесных людей, которые сформировали наше долго терпение. Чтобы перенести многие ситуации, нужно терпение. А вот некоторых людей нужно долго терпение. Я это знаю. Мы или разрушенными будем, или будем сильными. Хорошо, несколько вещей еще. Как реагировать? Во-первых, давайте скажем так. Не делайте завышенные ожидания. Поймите, что большинство вещей, которыми требуют, нам не должны. Даже от Бога. Кто из вас иногда был разочарован в Боге? У кого было чувство такое, Боже мой, ну, страшно говорить тебе, но мне так хочется сказать, как Иеремия, все-таки я буду говорить с тобой о справедливости. Или как Асав. О, Боже мой, я кое-что хочу рассказать тебе, то, что кипит в мое сердце. Мы иногда бываем разочарованы, даже Богом. Следующий момент. Как реагирует на несправедливость? Давайте скажем такие небольшие моменты. Я сейчас не говорю о серьезных вещах. Просто не обращайте внимания. Если вам не трудно, скрыть эту фразу. Просто не обращайте внимания. Пропускайте в имя ушей. Я прочитаю один текст. Это мне очень нравится. Книга Экклесиаста, 7 глава. Книга Экклесиаста, 7 глава. 20 по 22 стих. Это следующий текст, который мы сейчас выучим наизусть. С вами хорошо? Каждый урок я стараюсь, чтобы мы выучили один текст. Я знаю, что вы знаете, но по крайней мере повторим. Экклесиаста, 7 глава. Итак, если вы услышали, а вас плохо говорят или не восхищаются, как хотели, скажите слово, как хотели, как ожидал, как хотели, как ожидал, во-первых, хотели и ожидал, а второе, мудрейшая реакция. Это, наверное, одна из самых хороших реакций. Говорит Экклесиаста, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Вы уже сказали когда-то аминь, да? Да, это правда. Все несовершенные. Поэтому не на всякое слово, которое говорят люди, можно Соломона добавлю, особенно на те, которые вам передали, что он говорил. Можно повторю еще раз? Особенно на те, которые вам передали, что он говорил. Ну, простите, еще раз повторю. Особенно на те, которые вам передали, что он говорил. Обращайте внимание. Чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. В котором периоде говорит о тебе плохо. Говорит тебя неунизительно. Говорит, что ты злодей. Чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое, возвращаясь к первому моменту, знает много случаев, когда и ты сам плохо говорил о других. О, меня не оценили. Повторю еще раз. Одна из лучших реакций на большинство, а в основном кто знает, что большинство серьезных конфликтов начинается с мелких неразумений. Только много накопленных. Потому что мы не выполнили вот это правило, которое собирается, то есть сказал нам Соломон. Мы все несовершенны. Это первое правило. Поэтому пропускай большинство вещей мимо ушей. Вообще не реагируй. Особенно, когда тебя критикуют и лучше всего, когда хвалят. Кто из вас иногда сказал, что ты сказал, недослышал, когда сказали у вас комплимент? Я еще не знаю, что более разрушительное. Слова лести, восхищения, правда же, или слова критики. Я еще не знаю. Наверное, первое больше разрушительное. Поэтому интересный момент. Пропускай мимо ушей, не обращай внимания. Это есть великодушие быть снисходительным проступком другим. Это мудрость. Да не будь слишком распахнут, чтобы тебя ранили. И повторю еще трижды. Особенно слова, которые вам передали люди. Это они передали. Почти все, кто передает вам другие слова. Это они хотели сказать только от имени другого. Петровна сказала. А сам давно мечтал сказать. Так, чтобы на него они наехали. Он говорит, Петровна сказала, а он передал. Со смаком так передал. Будьте достаточно мудрее. Улыбнитесь, скажите Петровне благословение назад. А он никогда не передаст. Не обращайте внимания. Большинство серьезных конфликтов начинается с мелких неразумений. На которые обратили слишком большое внимание. Не улыбнулись. Не поприветствовали. Не пригласили. Не подписали. Не поздравили. О, Боже мой, сколько грузом все в это тащат годами. До следующего дня рождения. До следующего не приветствия. До следующей не улыбки. До следующей не приглашения. И опять не пригласили. И теперь уже эта реакция на это не приглашение в сотни раз больнее, чем прошлое. А если еще раз не приглашать, вообще взорвутся от негодования. Потому что мелкое, но накопилось. Потому что одна из лучших реакций на несправедливость, кажется, несправедливость или реальность, это вообще не обращать внимания. Разве мы всегда справедливы? Разве мы сверхвнимательны? Разве всегда такие тактичные? Разве всегда такие любящие? Разве всегда такие молчаливые? Разве всегда такие кроткие? Почему же мы требуем, чтобы другие были совершенные? Все несовершенные. Но если ты не поняли, он несовершенный, вспомни, насколько мы бываем часто несовершенными. Вот это совет Соломона. Я уверен, что, наверное, большая часть проблем несправедливости решится при одном условии. Если Бог поможет нам иметь качество пропускать мимо ушей. Да не будьте слишком впечатлительными. И не будьте слишком такие, очень такие, знаете, щепетильны к своей персоне. Не подписали, не сказали, не поздравили. Ну и что? Поздравь себя. Не оценили. Какая разница, что он оценивает? Главное, как ты себя видишь, но еще важнее, что Бог о тебе говорит. Не досмотрели, не перечислили в списке героев. Ну, сам себя добавишь. Какая лучшая реакция? Скажите, пропускать. Ну, еще раз. Не реагировать. Ну, скажите друг другу. Больше сейчас вещей не реагируй. Или реагируй правильно. Это работает всегда. Вы видели людей великодушных? Которые с юмором реагируют, да особенно, когда одни говорят слишком серьезно. Мы завтра будем учиться, как реагировать. Так, чтобы просто, 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 просто свалить неприятеля с ног. Точно библейскими законами. Можно ли воевать? Да, библейскими законами. Библейскими методами. Это очень сильная война. Ну, а мы учимся сейчас самых простых вещей. Первое, мы говорили, не ставьте завышенных требований. Второе. Не на все слишком серьезно реагируйте. В таких случаях я говорю себе такие вещи. Ну, у тебя есть два выбора. Или с юмором, или с инсультом. Третьего не дано. Кто знает, о чем я говорю. Или с юмором, когда тебе говорят что-то такое. Или с инсультом. Слишком серьезно с инсультом. Если с юмором, значит радостью. Это нормально. Потому, просто не реагируйте слишком болезненно. Не будьте слишком щепетильны к своей персоне. Не носитесь с ней. Иначе инсульт точно будет. Хорошо, следующий момент. Мы еще пройдем. Хорошо, еще один такой. Я быстро пройду. Хорошо. Давайте еще один возьмем. Остановимся еще подробнее. Не допускайте в сердце чувство мести. Скажите слово. Не допускайте в сердце чувство гнева, обиды, мести. Поймите, когда мы допустили чувство гнева или чувство несправедливости. Бог, в принципе, вложил в нас чувство справедливости. Бог справедливый Бог. Но у каждого своя справедливость. Она искажена грехом. И насколько мы чувствуем себя обделенными, тем более, насколько болезненно это, насколько мы будем автоматически реакцией воздаяния, реакцией мести. Можно кое-что скажу, к чему начинается месть? Запомните, пожалуйста. Давайте я скажу близкие отношения. Близкие отношения. С чего начинается месть? Только вы почувствовали вот это все. Скажите себе, я уже иду на дороге мести. Номер один. Мы начинаем человека обделять тем, что могли дать. Скажите еще фразу это. Мы начинаем что делать? Мы начинаем обделять, не давать человеку то, что могли дать. Может, ну и хорошо, и не помогу ей. Раньше мил, теперь не буду. Или жена, допустим, там улыбалась, теперь ни за что. Раньше приглашала, принципиально не приглашала. Понимаете? Мы начинаем обделять человека то, тем, что могли дать. Только у вас есть чувство обделить его, как средство наказания. Мы идем по пути мести. Давайте я повторюсь со всей усилием. Только мы начали в сердце своем обделять человека добрым, что могли дать, как внутри наказать его. Это месть. Это пока еще не голову разбил, как Каин. Это пока еще не наговорил злых вещей. Пока, 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 только пока, только пока. Но только мы обделяем его тем, что могли дать, это первый явный признак, звонок для меня. Я иду путем мести. Как вы думаете, забегая наперед, что мы должны делать, чтобы победить, не идти этим путем? Что говорит Писание? Именно ему. Отсыпь сполна. Я не имею в виду так, чтобы он запомнил. Я говорю сейчас добро. Первое, что сделаем мы, сами выйдем с позиции мстителей. Кому нужно, чтобы дать противнику добро? Скажите еще со мною. Нужно обиженному. Повторите. Нужно кому? Обиженному. Кому нужно делать врагу добро? Прежде всего, обиженному. Что Библия говорит? Не будь побежден злом, но побеждай зло. Добром. Мы будем победителями. Вот этот момент, победа или поражение. Победа или поражение, это выбор. Это выбор, который дальше, поймите, что чувство мести или добра, это выбор, где рождается, да не тот, который вы свалите, а рождается прежде всего в нас, пораженный или победитель, мститель или делающий добро, рост и разрушение. Потому, прежде всего, делать добром, сделавшись злом, или наделить благами тех, кто хочет обделить, нужно не ему, да не ему, а нужно обиженному. Один человек подошел и делал много зла. Я ему и так, и так объяснял, что нельзя это делать, библейский принцип. Говорит, даже ради Бога не буду. Потом объяснял этот принцип. Ты же себя разрушаешь. Но ты можешь не делать зло, ради себя хотя бы. Я увидел просветленные глаза. Ну, ради себя постараюсь. Какой первый признак, что мы начинаем мстить? Повторите, какой один точно главный признак? То есть, такой признак яркий, который мы себе должны поймать. Мы начинаем обделять человека тем, что могли дать. Наказывая его. Я сейчас не говорю о мудром воспитании. Поймите правильно. Я сейчас не говорю, когда мы детей воспитываем. Я сейчас не говорю о мудром воспитании. Детей воспитываем. Детей воспитываем. Когда детей воспитываем. Ну, детей, да, детей, да. Но не всех же считайте детьми. Хорошо. Мы начинаем сразу обделять человека тем, что могли дать. Это путь по пути мести. Это один из признаков мести. Потом он говорит, чем меньше хочется, тем больше дай. Скрыть эту фразу. Чем меньше хочется, тем больше дай. Ради кого? Ради кого? Ради себя. Конечно, во имя Господа, но ради себя. Потом мы говорим, не мстите за себя. Это очень важный момент. Мы говорили, первое, не ставьте высшедших ожиданий. Второе, то, что мы говорили, пропускайте мимо ушей. Но если это уже слишком больно, не допускайте чувство мести. Не чувствуйте себя жертвой. Почему человеку хочется чувствовать себя жертвой? Потому что жертва всегда чувствует особое наслаждение от превосходства над обидчиком. Скажите слово, превосходство. Я обиженный. А он, естественно, негодяй. Тем больше я обижен, тем больше он несчастный. И вот это чувство сладостное, чувство превосходства, поверьте, это наслаждение превосходства, как раз и лишает человека способность просить обиду. Иначе он просит, превосходство уходит. Раздуваться от справедливого гнева. Потому что человек и накачивает себя мыслями, какой он негодяй, чтобы раздуваться превосходство. Да и меняться не надо. Разве жертве нужно меняться? Это обидчику нужно меняться. А он обиженный. Почти все люди не хотят прощать от сладостного чувства превосходства над обидчиком. Потому что они в сердце своем его унижают до предела неправда, наделяя качествами, которые он ни в жизни не знал. Чтобы на фоне него чувствовать себя очень обиженным, вознесенным на предестал. Вот это сладостное чувство. Человеку очень трудно избавиться. Потому что только каешься, только идешь путем покаяния за свою обиду, ты сразу же становишься в положении, как минимум, как он. Он обижал, а ты обиделся. Оба преступники. Хорошо. Мы говорим в следующий момент. Есть люди, которые сядут прямо, а есть из-под тяжка. Есть люди, которые просто прямо поздадут сразу же, мгновенно. Это проще, яснее, ужасно, но яснее. Сразу реакция, сразу назад. А есть люди закроются, улыбнутся и идут строить планы. Как вы думаете, кто больше в глазах Божий преступник? Человек, который сделал зло и который годами мечтает сделать зло. Мой вопрос еще раз. Кто больше сделал преступлений? Тот, который однажды сделал зло? Или который годами миллионы вариантов придумал, как сделать зло, правда, ни один не воплотил? Помните, Евангелие говорит, что в Новом Завете Бог рассматривает внутреннее желание сделать преступление, по оценке, как внешнее проявление преступления. Библия говорит, что если ты не прелюбодействовал, он смотрит с вожделением, ты уже прелюбодействовал. Библия говорит, что если ты даже не сделал зло, но в сердце свое ношить зло, ты такой же человек-убийца. Библия говорит, что если человек сделал зло, он сделал преступление. Но услышьте, пожалуйста, меня, который находится и ходит во зле, он ходит во тьме и смерти. Когда мы решаем проблему вместе, как узнать признак, я закончил? Я скажу несколько раз. Когда мы перестали свободно говорить об этом собою? Один обидел, а второй всю жизнь только увидит и спать не может. Понимаете, чем я говорю? Когда я вспоминаю об этой ситуации и без боли в сердце перестаю об этом мозговать постоянно, это фокус моего внимания, только вспомни, так и думай, отделаться не могу, все. Но только приходит победа, приходит свобода. Приходит свобода от контроля этой боли. Потому что советует Писание, давайте еще раз этот стих, еще этот выучим наизусть. Это книга Псалмов, 4 глава, 4 псалом, если вам не трудно, кажется, 4 псалом, сейчас вспомнил. 4 псалом называет такие слова. Гневаясь, давайте я выучу это наизусть. Гневаясь, не согрешайте. Помните, да? Эту фразу повторил апостол Иаков, то есть апостол Павел в послании официанам. Но он дальше говорит, размыслите об этой проблеме, об этой боли, об этой несправедливости. Размыслите, в данном случае, с собою. В другом переводе звучит так. Проговорите с собою, когда вы не можете уснуть. Или на дне с собою. Придите к правильным выводам, и войдете в покой. Проговорите с собою. На ложах ваших, когда не можете уснуть, на дне с собою. И от разывора с собою, правильного разывора с собою, вы можете прийти в тишину. И когда вы пришли в полную тишину, когда вы вспоминаете об этом случае без всякой боли, когда вы вспоминаете и смотрите на человека, не вызывая все, что он натворил, это и есть конец победы. Или полная победа. Победа – это не только тогда, когда не всыпал замен назад. Но победа приходит только тогда, когда не хочешь это сделать. Это и есть победа. Хорошо. Итак, в сеть бывает прямо или из-под тишка. Так вы не ответили на вопрос. Как вы думаете, с точки зрения Евангелия, кто по всей вероятности больше преступник, который сделал разло, что наговорил нас или так дальше, или который всю жизнь строит планы, как бы ему отговорить назад. Миллионы раз. Внешне улыбаясь. Знаете, почему нужна улыбка? Она делает беззащитным. Не боится опасности от того, который хочет это сделать. Поэтому Библия говорит, если согрешил перед тобой и брат твой, пойди честно, скажи с ним, поговори с ним. Ясно, четко и конкретно. Это победа. И прежде всего, для говорящего, мы об этом будем позже говорить, завтра говорить. Хорошо, еще один момент, и мы сегодня сделаем. Что делает человек, который заходит в себя и начинает делать зло? Некоторым не делает возврат зло, лишь потому что смелости не хватает. Они мечтают себя, хочется выпрестить все-таки на него. Тогда они начинают мстить руками других. Скажите слово, руками других. Каким образом? Ну, наливает на него, ну, как это, просите за это слово, знаете? Наливает, рассказывает, какой он. Рассказывает эту историю, делится свидетельством. И каждый раз оно ужаснее, ужаснее, ужаснее. Потому, братья и сестры, да будьте достаточно мудрее, чтобы вас не использовали, когда говорят о других людях плохо. Это почти всегда мстители, которых смелости не хватает поговорить открыто. Они вас используют. Они вас используют. Наушники все используют свободные уши. Всегда. Все. Расскажу, такое сделаю, ты знаешь. Все. Смотри на него и говори. Это мститель, который меня использует. Как мальчишку. Чтобы я дальше распространяла или ему передала. Потому что напрямую смелости не хватает поговорить. Поймите, что наушник силен не языком, а развешанными ушами. Потому, в таких случаях всегда говорят, когда говорят, да, ой, это хорошая идея, пойди ему скажи. Ты ему уже сказал? Если нет, тогда я буду вторым. Все, ну, простите это слово, кто развешал уши и слушает о других, поймите, вас используют в войне, грязной войне, мести и уничтожения. Потому некоторые мстят открыто, а некоторые в сердце, а некоторые проявляют в ушах, накручивают других, чтобы другие нанесли удар. А чаще всего искусный вот такой мститель выйдет, придет, как миротворец и утешитель, на которого наклеветали. С детства этому учатся. Потому есть открытый мститель, есть подкожный такой, коварный. И каждый раз, когда я остаюсь в состоянии мести, я все равно ее выплесну. Или прямо, или косвенно, или давая оценку человеку. Простите, еще раз повторю. Наушники сильны не столько языком, а количеством развешанных ушей, принимающих клевету. Не было бы ушей, и наушник бессилен, полностью бессилен. Это мститель, коварный мститель, который чаще всего обижен кем-то, а вмещает на другом. Еще один момент. Почти все мстители, они мстят не тому, кому мстят. Повторю. Почти все мстители мстят не тому, кому мстят. Почти всегда. Обижены в одной точке, а мстят другим. Представьте себе, на работе или где-то, что-то им сделали плохо, а он на работе улыбается, работа нужна. Куда он, если он клокочет, куда он выплеснет это? Правда же. Кто встретится первый на пороге? Каин был обижен на Бога, отомстил брату. А теперь, если можно, услышьте, пожалуйста. А если человек в детстве, в детстве обижен был, допустим, на родителей, на судьбу, на Бога, и всю жизнь чувствует себя обделенным, кто он по жизни? Он вечный мститель. По мере чувства обделенности, которые он имеет. Поэтому реакция на несправедливость – это жизнь, вопрос жизни и смерти, созидания, разрушения, победы и поражения. Мы сейчас говорим об этих вещах. И еще один момент. Самый ужасный, когда состояние или чувство, чувство мести, чувство несправедливости, которое человек сохраняет в себе, становится его характером. Скажите слово «характер». Эмоция, ставшая характером. Чувство, ставшее образом мышления. Сейчас он даже и не помнит, откуда он взялся обида, но разрушитель остался. Такие люди сразу очень болезненно реагируют на любую несправедливость. Любую. Есть такие люди, которые идете к ним и молитесь, чтобы как к нему подойти? Как ему сказать? Как ему передать? Как с ним пообщаться? А то обидеться. Не дай Бог, не так улыбнулся. Не с той стороны зашел. Кто понимает, о чем я говорю? Знаете, такие они язвительные, они напряженные. К ним не знаешь, как подойти. Они одинокие. Они обиженные. А к другим приходишь свободно. Легко и нормально. Ты не пытайся кем-то делаться, ты есть, как есть. Потому что он великодушен и примет тебя таким, как ты есть. Он с нисходительным проступком. Ты чувствуешь, как вести себя. С такими людьми легко. Они привлекают души. Они привлекают других. А в старости, поверьте, их толпами обкружает молодежь. У них и мудрость есть. И за все годы открытость есть. И понимание молодежи, что мы все несовершенные. Вот так и рождаются люди, которые окружают в старости, плодовитые, сочные. Или одинокие, обделенные, никому не нужные. Не знают, как к ним подъехать. А то обидятся. Это люди, которые внутри давно обижены. Всю жизнь обижены. Потому что любое прикосновение вызывает агрессию. Самое ужасное, когда эмоция становится характером. И чувство становится образом мышления. Когда ситуация становится образом жизни. Ситуация уходит, а характер остается. Это сегодня вводная часть. Я вам предлагаю прийти, если Бог даст жизнь завтра. Кто сегодня для себя что-то взял? Кто думает, ой, я грешник? То есть нужно кое-что меняться. Давайте я дам домашнее задание вам. Это же школа, да? Домашнее задание. Пока будете ехать на собрание или собрание. Когда сон уйдет сегодня. Пожалуйста, подумайте. Кого и что вы их очень интенсивно меняете, кроме себя? Запомните. Это область. Ну, вы поняли. Кого и что? Только будьте честны с собой. Которую вам по крайней мере хочется поменять. Или вы пытаетесь менять. Или вы всеми силами упрямо меняетесь. Он не меняется. Вот это злитесь. Еще больше меняете. Это область, в которой давно пора попросить Бог. Дай мне мудрую реакцию и правильное отношение. Подскажу. Правильное отношение и способность менять. Будет только у тех, у которых бревен нет. По крайней мере, так учил Иисус. Продолжение следует...